16 годов для города с насильництвом в миллион человек таки термин сдаётся практически неотчувальны. Однако навод за этот час обличия бойного города может смениться до непознавальности, особенно когда до этих переменов провела война. У этой эмпираконовой уникальная экспозиция фотосдымков под названием «Як феникс с попелу разбурыни и одновлений Варшавы 1939-1955». У этой дни её можно увидеть в палаце Румянцевых и Паскевича. Эта выставка показывает, как Варшава была разрушена во время Второй мировой войны, от первых дней этой войны, а по полной разрушении после варшавского восстания 1944 года. Но идея главная в том, чтобы показать, что Варшава это первый в мире город, где в таком большом масштабе началось восстановление исторических частей города. После войны Варшава была разборана омаль полностью. Исновала она вот идея покинуться её таким станем у якости помника. Однако у худким часа почалось и одновление. Причем не одинковых будинков, а целых историчных фрагментов. Уникальность реконструкции стала подставой для унесения города в список объектов с усветной спадшиной ЮНЕСКО. Сегодня с дня вызволения польской столицы миновало уже 70 годов. Именно это и стало главной нагодой для организации такой выставы. Первым представить готовую экспозицию организаторы проглядели десятки тысяч фотосдымков с двух национальных польских архивов и приватных коллекций. У вынеку экспозицию вошли только 36 фоторабот. Яны побывали уже в некоторых городах Беларуси. До Гомеля выставлялись в Минске и Бресте. Чем это интересный проект, что в принципе, ну мы начинали с Минска, что в принципе, очень похожая судьба, что так же, как и Варшава, Минск был полностью разрушен во время Второй мировой войны. Фотосдымки были отправлены у посольства Польши по всем свете. Их уже бачили в Македонии и Ливане. А кроме того, в эти дни выставы рахтуются до показа у Москвы и Санкт-Петербурга. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадио, компания «Гомель».